Все откладываю, но потом. А ты из какой страны? Из России. А ты? Далеко. Я белорусочка. Ну, ты вроде бы взрослая такая по голосу, наверное, лет 25, да? В точку прямо. 25, хотя раньше по голосу давали меньше. Ты меня прям расстроил, буду еще неплохо спать. Ну, кто-то должен был опустить тебя с небес на землю. Ну, спасибо большое. Все, я расстроена. Давай я тебя в покое попробую. Ну, давай. Только интересно как. Мне нравятся взрослые женщины. Ну, еще и за женщину теперь спасибо большое. Вообще, просто супер. Должна будешь. Конфетку, да? Ну, что посчитаешь, нужно. Ну, значит конфетку. Шоколадную. А тебе сколько лет? 28. О, сам взрослый мужик. Ой. А по голосу не скажешь, что 28? А сколько скажешь? Не знаю, реально думала, что лет так 20, где-то так. Блин, вообще прикольно. Кто-то говорит 50, кто-то говорит 16. Ну, 50 это точно врут. Кто говорит, что 50. Может быть, еще зависит, ходил ли я в бассейн или нет. Наверное, еще от этого зависит. Потому что, когда там продышишься в бассейне, то голос такой более мощный звучит. А ты плаванием занимаешься? Да. Прикольно. Я тоже два раза в неделю хожу в бассейн просто поплавать. Ты просто умница, молодец. А знаешь, почему хожу? Потому что хожу на халяву, не надо платить. У меня абонемент есть чужой. Поэтому и хожу. Так бы не ходила, если платить надо было. Слишком много получается, если ходить так часто. Ну, все равно ты лень свою перебарываешь и идешь. Ну, да. Нужно же как-то лишний вес выбросить. Или плаванием не сбросишь? Сбросишь. Ну, еще, наверное, проплывешь. Чита-два, да, без остывовки? Ты поток 100 грамм сбросишь, да? Не, а все равно холодная вода, а на калории тратишь на нее, на воду, на холодную? У нас температура в бассейне 25 градусов. Это достаточно холодно. Не очень-то и холодная. 25 – это холодно, так что... Ну, не знаю. Ты там сильно тратишь калории. Мне тебя даже жалко стало. Все, теперь точно буду ходить, чтобы похудеть к отдыху. У нас 28 где-то. У нас просто, когда в бассейн входишь, как бы нужно постоянно плавать, двигаться, потому что если вот постоишь где-то минуты 2-3, сразу так чувствуется, что уже прохладно становится. Поэтому там не постоишь. Все правильно. Ну, а ты плаваешь брасом? Я не знаю, как я плавала, как это называется. Называется по-разному. Обычно, как все обычные люди. Ну, в шапочке, да? Не, без шапочки. А что вам можно? Не, ну как? Ну, если утром ходить, может там, ну, типа, я же хожу в комплекс физкультурно-завительный. Вот, если утром ходить, то шапочку требуют, потому что может быть проверка. А если ходить, ну, вечером, ну, как я хожу вечером, то уже можно и без шапочки. Там уже никого не будет все равно. Ну, а сами плавающие разве не могут на тебя настучать? Ну, там почти все плавающие практически тоже без шапочек, так что никто ничего никому не говорит. Вот. Только в шапочках ходят дети, ну, которые ходят, занимаются именно плаванием. Ну, на эти кружки там у них какие-то или что. Вот. И все. Короче, у меня шапочки нету. Если заставить, то я с собой пакет беру всякую кучу и надену на голову. Я же не ныряю, у меня же волосы все равно закручиваю вверх. Все равно они мне, ну, как бы в воду практически не попадают. Так что все нормально. Это у вас крутой там бассейн, даже есть и трамплины, да? Ну, да. Нормальный такой. Ну, главное, что он большой, что, ну, как бы, если приходит даже много людей, то все равно всем места хватает. А сколько вам в длину? 50 или 25 метров? Ну, точно не 25. Больше 25. Серьезный бассейн. Я вот ни разу не плавал в 50 метровом, только 25. А в 25 метровом уже привыкаешь, что вот уже скоро стенка, сейчас ты плывешь, отдохнешь. А в 50 метров, наверное, уже психика по-другому начинает работать. Ну, да. Ну, у нас еще там такая фишка, как бы, что там, по-моему, через каждые полчаса, ну, вот, вода как-то у них остывает, или что, короче, она еще и подогревается через каждые полчаса. Чтобы мы точно уже не замерзли, да? Вот, тоже хорошо, в принципе. А вот если кто-то плывет брасом, он же брызгает водой на тебя, да? Не брасом, кролем там, или на спине, или бутерфляем. Ну, у нас просто мы так плаваем, что у нас так часто бывает, что, ну, там же как бы по дорожкам бассейн, ну, разделен, да? И обычно один человек на эту одну дорожку, поэтому, ну, редко попадает вода, но от другого человека. Поэтому бывает так часто, что я приду и вообще могу одна быть. Но одной я боюсь плавать. Как-то страшновато в бассейне одной. Мало и чего. Вот. Да, то есть ты неуверенно держишься на воде, да? Ну, не то, что на воде я неуверенно держусь. Просто, нет, ну, просто когда плаваешь, еще кто-то плавает как-то спокойно, что кто-то рядом. Вот. Ну, как бы, да, мало ли что, где-то поскользнулся или что-нибудь еще, как бы. Вот. А уже когда один, то, не знаю, как-то страшно. Притом, что у нас какие-то там дырки черные еще на дне. И мне они всегда как-то не нравятся. Я боюсь. Засосет еще туда, да? Ну, а вдруг засосет, правда. Или еще какая-нибудь нечисть выползет. Поэтому лучше, когда кто-то еще есть. Фантазия у тебя бурна. Ну, а что, блин. Я еще маленькая девочка, можно посмотреть. Не женщина. Какая женщина. Знаешь, я был неправ. А ты кем-нибудь работаешь где-то? Да, я электронщиком работаю. Это что ты делаешь? Твоя основная работа какая? Микросхема по яве. Ой, ну для меня это ничего не значит, если честно. Я не понимаю. А ты кем работаешь? Ну, сейчас я, можно сказать так, в длительном отпуске, но вообще по образованию ветеринарный врач. У тебя кот очень здоровый, наверное, да? Если честно, наоборот. Ко мне подружка пришла, ну, тоже ветврач. И говорит, да, говорит, ты вообще сдурела. Запустила его так, ни ошейника, ничего, ни стриву. Он мне такой, знаешь, бродячий. Ну, как бы другими, чужими животными как-то охотно занимаешься. А своим как-то то ли руки не доходят, то ли что. Ну, короче, за чужих, ну, как бы, хозяева-то платят. А тут уже никто не заплатит, поэтому может. Ну, вообще, от бешенства прерываю, там, уколы делаю так, чтобы ухаживать, то такого нету. Ну, уши, наверное, чистые, да? Ну, вроде да. Ну, слава богу, хоть уши чистые. Ну, да. Ну, вообще, я люблю над ним издеваться, засунуть в ванну, держать его вместе с мамой еще держать, потому что он не любит мыться шампунькой, мылом его, на фересе он тогда свежит, но зато чистый. Ну, потому что белый, шерсть белая, и все видно, если какая-то грязь. Ага. Вот. Поэтому я издеваюсь над котом. Он еще, наверное, гуляет у тебя по улице, да? Да, он уличный у меня. Он у меня мужчина, вот, поэтому он с кайф ходит, гуляет. У нас у соседки моя кошка есть, вот, уже кошка, он, короче, брюхачил. Скоро будет, качата. Вот, а кошка там породистая, непростая. Ну, я сказала, молодец своему коту. Хорошую выборщине. Красивую. А ты живешь в квартире или в своем доме? Ну, в квартире я живу. И кот находит дорогу домой? Ну, он как бы, он же по всему, ну, городу, можно сказать, не гуляет. Он во дворе только вот гуляет, и все. Ближе к подъезду. Ну, там надо на этаж как-то посчитать номер этажа нужно в голове. Ну, мы на втором этаже живем, и он дверь нашу знает. Кто-нибудь входит в подъезд, ну, у нас домофон стоит. Ну, и все, он с кем-нибудь заходит, подымается, потом уже стоит под дверью, наукает. Вот, и спускаем. Как-то так, короче. А у нас в доме есть собаченца, она живет на седьмом этаже, она забегает в каждое крыло, нюхает дверь и дальше бежит. Представляешь, семь раз надо забежать, понюхать дверь. Так подожди, обычно же, если собак заводят, ну, в квартире, как я понимаю, то их просто выгуливают. Ну, это почему-то, не знаю, такая самостоятельная собаченца. А что ты тут сидишь? Суббота, вечер, надо гулять, а не в интернете сидеть. Да там погода плохая, ну, как бы, холодно. Лето наступит, можно будет и погулять, да? Ну, да. Я не знаю, у меня обычно, ну, как говорится, в юности погода не останавливала, субботу, воскресенье. Всегда какие-то дела находились, какие-то гулянки, еще что-то такое. Ну, это сейчас уже человек такой, я более семейным, можно так сказать, поэтому сижу дома. Уже никуда не влажу. Ну, наверное, потому что подруги все поженились, ну, то есть замуж уже. Да, замуж. Ну, не все подруги, но, да, у большинства, у кого же там работа, у кого дети, и т.д., и т.п., короче. Уже никто не зовет, да? А одной гулять как-то неудобно. Не, ну, зовут как бы, но я и с вами часто, ну, отказываюсь, потому что тоже занята бываю. А меня не зовут, у меня все друзья разъехались, или там поженились. И жены, они же постоянно ограничивают округ общений. Вот, поэтому я бы и рад куда-нибудь сходить, но не с кем. А ты в каком-то крупном городе живешь? Ну, в Туле. Знаешь, такой. Ну, слышала. Там Тульский Левша еще рассказ был, как он блаку подковал. Английскую блаку. Ну, вот, заводи семью, и будешь что вечерами делать, субботними точно. Ну, что буду делать? Я говорю, заводи семью, и тогда точно будешь занят субботними вечерами. Ну, некоторые все равно продолжают в танчики играть. Ну, да. Ну, а что делать? Такое. Мужчины вы такие. Да. Вас не справишь ничем. И никогда. Не, почему? Кого-то исправишь, кого-то нет. Не, ну, в танчики поиграть, как говорится, это, можно сказать, святое дело. Я вот тоже могу посидеть в интернете, залезть, в какую-нибудь время поиграть. Ну, редко, но бывает мне такое. Наскок такой. А я в танчики пробовал играть, меня что-то не зацепило. Как-то там скучно. Не знаю. Я люблю какие-нибудь видео снимать и выкладывать в YouTube. Ты? Выкладываешь YouTube в видео? Да. Серьезно, что ли? Да. Ой, тогда сразу говорю, я тебя просто обожаю. Я люблю всякие лайфхаки, которые сам придумал. Я их снимаю и выкладываю. Классно. А я люблю потом это смотреть. Ну, вообще, я люблю смотреть, как люди в свою жизнь снимают и каждый день выкладывают. Ну, вот у меня пару страничек в закладках есть, каждый день смотрю. Да. Вот. Тогда так. Короче, сейчас тебе будет задание. Слышишь меня? Да, я просто уже насторожился. Принеси мне конфету. Принеси тебе конфету. Да. Одну. Не, три. Вот, Бог любит Тройт. Вот, три дней принесешь. Ну, тогда... А тебя как-то можно? Ну, что? Что? Тогда говори адрес, по которому эти конфеты занести. Сам-то, да, да, еще. А тебя как-то можно на Ютубе найти? Можно, но я скрытный человек. Что? Что? Ну, пожалуйста. Нет. Говори давай. Нет. А? Чего? Ну, я тебя плохо знаю. Не хочу. Так, а что я тебе могу такое сделать? Ну, я просто посмотрю, что ты там выкладываешь. И все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...